Привет, друзья! Это канал KingDrive и сегодня вы узнаете о таком. Volkswagen представил удивительный концепт. BMW M2 в этом поколении может не получить версию Competition. Mercedes представил новый GLC Coupe. Volkswagen представил удивительный концепт. Такое выражение кажется странным по отношению к продукции данного производителя. Ведь обычно VAC порождает безумное количество похожих на друг друга клонов. А скукота – это главная характеристика, которую хочется использовать при виде данных автомобилей. Но задача данного концепта – не удивлять вас своей внешностью, а притягивать своей стоимостью. Ведь это самый доступный электромобиль компании. В этом его фишка и этим параметром он будет бороться за место под солнцем с еще не представленной Tesla Model 2. Внешне ID.2 – это типичный Volkswagen с прямолинейным и достаточно простым дизайном. С одной стороны это узнаваемо, а с другой вызывает скуку и чувство вторичности. С интерьером та же история. В нем много прямых линий, есть большой сенсорный дисплей почти на 13 дюймов и 11-дюймовая цифровая приборная панель. Салон настолько типичен для современных электромобилей и построен с таким огромным набором клише, что если вместо значка Volkswagen туда прилепить любой другой, он настолько универсален, что легко впишется в портфолио любой другой компании среднего звена. А его безликости можно только удивляться. Единственное, что впечатляет в этом концепте – это большие 20-дюймовые диски. Но все эти аргументы легко перекрываются ценой и на ее фоне не кажутся такими уж важными. Всего за 27 тысяч долларов вы получаете электрокар с современным внешним видом и одним электромотором на передней оси мощностью в 226 сил. Этого с головой хватит, чтобы хэтчбэк размером с Volkswagen Polo разменивал первую сотню менее чем за 7 секунд. В компании пока не готовы назвать емкость аккумуляторной батареи, но обещают запас хода в 450 километров пути. Продажу серийный ID.2 поступит уже в 2025 году и откроет новую эру доступных электромобилей. BMW M2 в этом поколении может не получить версию Competition. Столь грустную новость сообщил руководитель проекта Маркус Шредер изданию Beamer Today. В подразделении на данный момент не ведется разработка более мощной и хардкорной версии купе, которая могла бы разбавить модельную линейку компании еще одним заднеприводным спорткаром. Для фанатов наматывать круги и испытывать свои нервы на прочность. Хотя руководитель не исключает, что с рестайлом компания вернется к этой идее и примет положительное решение в этом вопросе. Кроме того, мистер Шредер поведал еще одну страшную тайну, что полноприводную M2 мы тоже не увидим. Хотя технически немцы могут сделать такого маленького монстра и тем самым потеснить старшие модели в этом аспекте. Но, видимо, у маркетологов компании другое понимание этого продукта, и его главной изюминкой является задний привод и низкая цена. Мерседес представил новое поколение GLC Coupé, которому предстоит сражение с BMW X4 и Audi Q5. Новинка полностью повторяет дизайнерский язык обычного GLC, который уже давно продается на рынке. Так что о внешности особо-то и нечего рассказать, за исключением задней части, где используются свои уникальные фонари, а также покатая линия крыши. Все это в куче очень сильно напоминает новый Infiniti. Не знаю, с чем это связано и почему Мерседес посчитал, что такое решение понравится конечному потребителю. С интерьером все тоже довольно скучно. Купеобразная версия предлагает знакомый дизайн с двумя большими 12-дюймовыми дисплеями. Один выполняет роль приборной панели, а другой с вертикальной ориентацией, необходим для доступа к мультимедийной системе. Кроме того, он повернут немного к водителю, что даст дополнительный повод фанатам BMW подколоть фанатов Мерседес. Также в базе кроссовер предлагает систему объемного звучания Burmister с 15-динамиками, все возможные вариации подсветки, от которых пацаны на районе вас будут больше уважать, а также достаточное количество регулировок для передних сидений. За доплату у вас может появиться голосовое управление, ароматизация и продвинутый массаж. Перечень силовых установок фанатов бренда точно не порадует. На выбор новенький GLC купе предлагает 4 силовых установки с мягким гибридом и 3 варианта подключаемого гибрида. Все мягкие гибриды оснащаются стартер-генератором, который кратковременно выдает 23 л.с. и 200 ньютон-метров момента. Базовый бензиновый GLC 200 выдает 204 л.с. и 320 ньютон-метров момента. Есть вариант помощнее, на 258 сил и 400 ньютон-метров момента. Он же, кстати, самый быстрый среди мягких гибридов и разменивает первую сотню, за 6,3 секунды. А вот самый мощный двухлитровый турбодизель выдает 269 сил и 550 ньютон-метров момента и разменивает первую сотню за 6,4 секунды. Если вам этого много, можно заказать его более слабую модификацию на 197 сил и 440 ньютон-метров. Самое интересное, что в подключаемых гибридах тоже используются исключительно двухлитровые турбочетверки. Правда, здесь они работают в связке с электромотором. И получается, что самый доступный бензиновый гибрид выдает 313 сил и 550 ньютон-метров. Есть также более мощная модификация этого гибрида на 381 силу и 650 ньютон-метров. Он же является и самым быстрым среди всех GLC купе и разменивает первую сотню за 5,6 секунды. Есть еще и дизельная модификация подключаемого гибрида, тоже с двухлитровой турбочетверкой на 335 сил и феноменальных 750 ньютон-метров. Такая версия разменивает первую сотню за 6,4 секунды. Чуть позже компания представит еще несколько модификаций от AMG подразделения. Но что-то мне подсказывает внутри, что рядную шестерку мы там тоже не увидим. И 2 литра это максимум, на что можно рассчитывать в новом поколении GLC. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok